Если мы говорим о тренера, все сегодня будет пущено в ход и не по какой-либо иной причине, а потому что мы этого очень давно ждали. Теперь налево попробуем забросить мяч. Идет разведка. Габриэль Хайнце забросит мяч из-за боковой. Наверное, не случайно сегодня на матче работает Майк Райли. Я, признаюсь, не особенно знаю за левую боковую линию Сильвестер. Хайнце набирает скорость на левом фланге. Прострел в штрафную опасно. Руни удар! Сколс. Снова Руни будет бить. Прострел. Паст назад. Опасно. Принимает мяч на себя. Коло Туре. Хайнце. Еще одна подача. Ай-яй-яй, Криштиан Роналду. Просто там, где надо. Не очень хорошо понятно, кто именно это был. Наверное, этого самого повтора. А Райли был гораздо ближе нас. Уни остался в глубине. Сколс на Хайнце. Хайнце слева. Уже можно делать подачу. Хайнце делает удар. Значительно выше цели. Новая звезда. Новая мировая звезда в игре в обороне. Габриэль Хайнце. Дюнгер без мяча. Хайнце. Потерял мяч Хайнце. Но на самом деле это бессмысленно. Мы должны для начала понять. Логику действий судьб. Еще раньше меня смыкнули, что студия нуждает сегодня полную свободу. Это арбитр, который представлял Англию на чемпионате Европы. То есть это лучшие английские арбитры на сегодняшний день. По решению компетентных органов. 10 минут сыграно. Атмосфера действительно ценнее Паптор сейчас. Пас вперед опасно. Там был Анри. И его Фердинанд разобрался в ситуации. Фердинанд и Сильвестер. Такова сегодня пара центральных защитников. Верхам. Снова Лорен. И Карпин отличился за Соседат. И вывел команду в первой против Мальорки. 1-0. Матч происходит параллельно. Видите, мы за ним не будем. Только одна новость. И только про Карпина. А сейчас все. Внимание. Олд Траффорд. Манчестер. Арсенал. Габриэль Хайнце. Идет в центр. И Столрой. Руни. Иначе Руни мог остаться. Здесь нарушение правил руками. Это гол. Но гол не будет защитным. Потому что он забит после свистка. И может быть даже будет желтая карточка. Но Райли, как мы видим, не разум. Вот здесь видите. Нет, они стал отмурить. Это был удар плечо в плечо. Это никак не фол последней надежды. Запасной судья. Вернее, четвертый арбитр. Он здесь только запасной. У него есть свои обязанности на матче. Ярсен Венгер. Не знаю, кто из них тому, что объясняет. Хотя Фил туда уже пришел с подстраховкой. Опасно. Рейес. Под штрафную надо забивать. Бергкан. Вот маневры атакующей троицы. Я говорил о том, что Слеман. А сколько сыграет? Как кто? Осколус играет, как надо команде. Рейда мы сегодня еще не видели. Потому что ему не дают спокойно принимать мяч. Роналду, в общем, обедней не портит. Вот сама только обедней пока не слегка. Хайнце. Вот Хайнце позволяет себе подключаться вперед. Просто у него есть другие качества, которые выходят на первый, может быть, план. Опасно. Опасно. Первое, что несмотря на четко выраженные в игре, так сказать, приоритеты. Несмотря на... Штрафной отбивается. А здесь Хайнце. Попытаться пробить. Нет. Налево на Гиггса. Гиггс прибежается к штатной площадке. Передача. Аут. Ушел за боковой Гиггс. Толчок рукой же был. Что он мог видеть? Смотрим, что произошло. Вот здесь мяч коснулся руки. Хайнце. Это не игра рукой. Это борьба. Вот здесь по голове Хайнце попало. На самом... И еще один отдает сам уже Юнгберг. Верхам прессингует. Полузащитники. Два центральных площадника. Фил Невилл, третий и Сколл с восемнадцатой. Единоборство, в которых примерно с равной степенью вероятности можно было отдать фолл и той, и другой стороне. И штрафной, соответственно, другой. А Андрей встретил его здесь. Косточка нормальная. Хайнце, кстати, сегодня ведь дебютирует такого рода. Он не играл в матче. Усполнение этих мастеров, я разумею. Хайнце. Герам. А вот. Кьюнбергу не дали бы встретиться с мячом по-любому. В данном случае он просто не смог просочиться. Хайнце. Руни. Сильвест играет на, опять-таки, Хайнце, потому что это был Руни. Желтая карточка, да? Может быть, даже с небольшим, точнее, наверное, сказать. Когда же мы увидим игру замен? Такое впечатление, что тренера минимальна. Ну, кого менять? Лорен совершенно не укротил. А это Габриэль Хайнце. Удар! Конечно, великолепное приобретение. Хайнце, конечно, центральный, по сути, защитник, но ногой грех не воспользоваться. А взаимопонимание у Фердинанда с Сильвестром по определению побольше. Не воспитывался во Франции, формировался в пассажире, а вырос, ну, совершенно британский защитник. Жёсткий, плотный. Жёсткий, плотный. Айнцем. Айнцем. Гюнберга сбили на мяч у Арсенала. Пере, Санри! Стоп. Верхамп. Девять минут до конца. Теперь он играет в защиту. Ошибается с Коулс. Но помогает товарищ. Это был Хайнце. Полотуре снова идёт вперёд. Уже второй раз мы видим за последние минуты такие его рейды. Юнгберг. Подача опасный момент. Головой играет Фердинанд. Четыре дня. 2-0. 2-0. Финальный свисток матча.